Утешителю души истины, и в железде сны, и вся исполняй сокровища благих. Ты в жизни подателю, гряди все истины, и очисти мы от всяких скверных, и спаси Боже души наши. Отец наш Небесный Господь, молим Тебя и венем Господа нашего Иисуса Христа, благослови наше собрание по Слову Твоему Святому, чтобы это Слово вошло в наши сердца, и через помыслы наши вылилось бы в их благие дела, благовестия этому уже миру погрязшему во грехах, раскленному. Помоги Господи нам никогда не смешиваться с этим миром, а всегда правильно истолкованные Твои слова святыми мужами принимать к себе, к своей жизни, и так говорить везде, и детям, так и детей учить, и самим поступать. Слава Тебе за все, Отец им и Святой Дух. Аминь. Послание к евреям святого апостола Павла. 14 глава, 13 стих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евреям 4, 13. И нет твари сокровенной от него, большой буквы, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет. Толкование. Не только, говорит, испытует и ведает сердца людей, но хотя бы ты указал на ангелов и архангелов, на херувимов и серафимов, все открыто пред ним. Ничто не может укрыться от его очей. Чтобы нагляднее представить, каким образом все обнажено и явно при лицом Слова Божия, он воспользовался переносным выражением, взятым от овец, когда с них сдирают кожу. Как у них, когда им отрубят голову или вонзят нож в шею и заколют их после снятия кожи, открываются все внутренности, так и для Бога все открыто. Некоторые слова открыто поняли в смысле украшений шеи, точнее висящих на шее. А другие в смысле того, что спускается вниз и наклоняет шею, чтобы нельзя было пристально смотреть на славу Судьи и Бога нашего Иисуса Христа. Ты прими первое объяснение. Ему, говорит, отдадим мы ответ и отчет в делах своих. Видишь, как он возвысил дело, чтобы ты, услышав по тому же примеру, не подумал, что одно и то же наказание нам и израильтянам показывает через это, что наше наказание страшнее. Вопросы. Давай, брат. Я немножко поясню. Иногда с людьми беседуешь, и люди, вкратце, говоришь, например, с людьми Божьим начинаешь говорить, и он такой, да я сам за себя отвечу. Или как я с одним алкашом разговариваю, он говорит, я смело шагну вечность после смерти. Вот у меня такого, люди не понимают, что такое значит отдавать отчет перед Богом. Когда ты явишься, ты там уже ничего не скажешь, отчем дело. Там сама вся сущность, вся твоя земная жизнь, она тебя осудит уже. То есть люди-то как представляют, вот Бог, и я перед Ним встану и начну типа что-то говорить. Это безумие полное. Как ты перед Творцом? Тебе уже само все там внутри осудит. То есть надо же понимать, перед кем ты явишься, перед каким лицом Господним. То есть сразу Божий должен быть. Сейчас на голову разорвать. Ой. Да. Как-то вот ты сказал, что отчета перед Богом не будет, разговора, так как вот они представляют, а как суд или как вся внутренность себя, суета Бог тогда? Покаяния уже не будет. Да нет, суд-то будет. Просто я просто, у человека не должно представление быть, что ты станешь как перед каким-то человеком, и начнешь с ним вот так вот говорить ему, да, а как вот перед судьей, ты можешь там и перепираться, и что угодно делать. То есть я в этом смысле. Суд Божий и суд Мирской, это, конечно, две разные большие вещи, но там в том случае в Мирском слово суд и здесь суд. Володя так по-человечески все рассказал, что даже немножко опишились все, да? Да. Ну а вот Златоуз говорит, что будут даже люди, которые будут хулить Бога, знать все, и все равно будут его хулить. Ну это не значит, конечно, что они прям будут вот так стоять, понятно. Ну написано, судья восядет, и все пристанут перед ним. Ну там еще будут ангелы, вот чем дело, которые будут показывать хартии, которые относятся к человеку. Так что, ну как все это будет, мы не можем представить. Ну что ты прям сядешь вот так вот, как перед экзаменующим человеком, или как перед президентом, это, конечно, очень упрощенно. Во-первых, он же все, мы же говорим о том, что он все видит просто, он всю внутренность его видит, вот в чем дело. И твоя внутренность тебя же уже будет осуждать. Пожалуйста. Как написано, что во мгновение ока совершится все. Какой там разговор может быть? Написано во мгновение ока. И говорит, грехи каждого будут написаны над, значит, каждым человеком его грехи все. И все увидят. Так что это? Во мгновение ока, вы неправильно, во мгновение ока все преобразится. Вот только что были тут живые, и говорит, мы не предупредим умерших, которые во мгновение ока предстанут тоже. То есть те, которые умерли сейчас, они уже ждут суда. А, допустим, мы еще живем, но вдруг суд, и все во мгновение ока. Вот это вот, да. А не суд во мгновение ока. Мы не знаем, сколько он будет длиться. Для нас, может быть, во мгновение ока. А кому-то, может быть, он так покажется тяжелым. Кто в ад пойдет, так я не знаю, сколько они будет. Да нет, там не написано, что суд во мгновение ока. Там еще будет огненная река, тоже надо вспомнить это. И люди будут проходить, кто будет очищен, как серебро, как золото, а кто нет, как головня вугленная. Интересно вообще. Подольше немножко все это происходит, чем мы разговариваем. Просто мы об этом, не знаю, может быть, и надо было говорить об этом. Там, помните, 24 старца сидят, книги, говорит, разгибаются, хартии все раскрываются, фамфары звучат, тимпаны, гусли вокруг, славословят Господа. То есть будет торжественно все. Ну а почему бы нет? Значит, как земные царства и так далее. А Господа славословят, свят, свят, свят Господь. Савауф славословят постоянно. Славословят, говорит, будет продолжаться вашими устами. Некоторые говорят, а я не хочу бесконечность, вечность. Что это там делать будем, вечность целую? Ну ему объяснишь там, что рай будет. А что мы там будем целую вечность делать? Все просто объясняется. От нас ничего не зависит. Славословить Господу будем, потому что полностью мы преобразимся. От нас-то уже не все будет зависеть. Полностью преображение человека произойдет. С чем пришел? Все, все поймешь, все будешь знать, в чем дело. И это бывает такое, когда экзамен сдашь и так хорошо сдашь. То есть выучил сам и сдал тоже. Прям так легко становится на душе. Но это не так будет, конечно. Но блаженство написано, блаженство вечно счастливый. Как это представить? Продолжим. Евреям 4.14 Итак, имея первосвященника, большой буквы, великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Толкование. Как бы на просьбу кого-нибудь подать нам совет, чтобы мы не пали духом и не предались малодушию, говорит, что достаточно исказанного для научения нас страху и для того, чтобы сделать более твердым. Но кроме того, мы еще имеем первосвященника, который может помочь нам, если только мы держимся исповеданием. Ибо он не малый и не случайный, а великий он, Сын Божий. И не таков, как Моисей. Тот не сам не вошел в покой, ни народа не ввел. А этот, с большой буквы, прошедший небеса, восседает с Отцом и может дать нам вход в небеса и сделал нас наследниками обетованного покоя. Но все приписывает первосвященнику, а, простите, не все приписывает первосвященнику, но требует и от нас участия. Он может, но при условии, что и мы являемся достойными. О каком же исповедании говорит здесь? О том, что есть воскресение, есть воздаяние и бесчисленные блага там, что Христос есть Бог. Будем же держаться этого исповедания. Не дадим Ему иссякнуть в нас, что мы исповедовали в начале веры, то будем держать твердо, и все страшное исчезнет. Страшное – это адские муки? Ну вот на что хочется обратить внимание? На условия. То есть Бог-то может, но условия должно быть. Он обещал нас всех спасти. Но под условием сектанта. Я спасенный. Так условия это. Я же верующий, я же верю. Условия, условия. Господь ставит условия, не соблюдающие эти условия. Не может наследовать. Должно быть условия. На земле, как Потеряевка. Что? В Потеряевке, не соблюдающие условия. А ну вот сюда, вон. Кого вы имеете в виду? В Потеряевке условия, говорю. Какие в Потеряевке условия? Погромче, говорите. Ну какие? Не курить, не пить, не обманывать, не воровать. И все пять условий. Если ты не соблюдешь, нечего тебе делать. Даже не подъезжай. Ну что, неправильно? Из тысячи одному разрешили. Сравнение. Ну сравнение с землёй. А просто земное сравнение. На земле, как говорим. Что-то перейти к вечерности. Что-то к вечерности. Еще вопросы. Василий понял про условия. На каких условиях ты ко мне приехал жить? По слушаниям. Слушаешься? Трудновато. Трудновато. Ну а мне-то как трудновато. Я же тебя на условиях принял. Я должен эти условия выполнить. То есть, если ты условия не выполняешь, то, конечно, должен тебя обратно депортировать. А я, получается, терплю. Бог говорит, не хватает терпения. Господь терпел. Ну как заговорил. Господь терпел и намелел. То есть, ты условия не соблюдаешь. Вот. А я тебя должен теперь брать, тебя это пропихнуть. Ну да. Лукавый раб-то. Ленивый. Таких учиться, ждет эту связь по рукам. Терпей может, как собака будет. А собаки не выйдешь. Собаки слушают. Собаки бессловесны. Урагану перед Богом ответ не держать. И то я его, как выдрессировал. Понимаешь? Такие сравнения тебе сказал. Он меня слушается беспрекословно. Да, я не знаю. Мы правильно урагану не держать. Согласен. А ты как, 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 как это самое? Ты отец его, но ты сам-то немножко пойми, что пора тебе совесть свою сдрогнуть как-то и сказать, что я делаю? Это же сынок мой. И раз, прочитал и что-то, начинай вразумлять его по слову Божьему уже. Видишь, я сам же выполняю все. И все. Ты-то у меня молодец, сынок. Ты-то меня приютил. Хорошо. Но вот ты там кто-то неправильно делаешь там. И все, пошло дело. Он прошло воскресенье-то еще ущудил. Ущудил? Ко мне зашел и говорит, возьмете меня, выщеники, жить к Сибири. Я так, ах, ну, это только одна мысль. Скорее, скорее, вот за дверь выпустим, чтобы для крючка запилить все. Это явное дело, что у меня и на развод. Да, это же Сергей меня подшелкнул. Соблажный. А нихиты нету? Да, знаете, так. Нет, нету. Он уехал с рукой. А, ну, что сделаешь? Я думал, ну, вас. Сергей подтолкнул. Говорит, иди, прожжи. В ноги падали. Ну, потому что ты-то у меня условия не соблюдаешь. Думаешь, может, там условия соблюдаешься? Какие у меня условия? Ты не куда валенки поставишь? Там условия послушания. Негде лечь. Ну, Никита-то освободил место-то. Я думал, может быть, вместо Никиты там как-то. Тем более, по деревьям лазит. То на третью полку забросили. Пускай там лежит. А, Володя. А, Володя. А, Володя. Ясно. Он никому не от вас. Там теплее, но еще везу. Как Володя какой. Молодец. Правильно. Тарзан наш. Так. Православный. Не, он котик такой, знаешь, там, где я скуну. Да. Да. Василий, ну, вопрос-то был задан. Ты послушание-то начинаешь, как-то выполняешь. Там, тем более, с тебя что требуется-то? У тебя и стирают, и помыться есть, и поесть, и тепло тебе. Ничего не надо. Ты хоть бы, это, ему там, за коммуналку хоть немножко оплачивал, что ли? Помоги брату-то. У тебя есть пенсия? Нет, относительно коммунальный, и свету даже пополам делить. Тут вопрос однозначный. Почему он один должен платить-то? А продукты почему-то? А продукты я тут дам, какие надо. Я продукты тоже дам. И бесплатно. За вашими продуктами, ага. А за квартиру и за свет, ну, и все остальное, там, за газ платить надо, конечно. Ты пенсию получаешь. У тебя какая пенсия? Неминемалка. Ну, не меньше, Роман. Ну, скажи, какую. Неминемалка. А? Восемь, триста. Восемь, девятьсот. Ну, наверное, так у меня сейчас повысили. И хочешь социальная пенсия? Депутаты, которые идут, у них у нас 24 года, минимум пенсия 225 тысяч. Ежемесячно, который там есть, который 3,5 миллиона. Слуги народа. Интересно, коммунисты не позволяли этого делать. Да. Вот коммунисты в этом деле просто... Если 220 рублей получал там пропестов, так вот оказалось, что я верю. Да, да. Все. Своя рубашка ближе к телу. Опять накопит и пойдет опять квартиру покупать. Так. Поехали. Поехали. Евреям 4,15. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Толкование. 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 То есть, он подвергся гонению, оплеванию, клевете, изгнанию, наконец, распятию. Все это он претерпел по подобию нашему, то есть, подобно нам, однако, кроме греха. Ибо он вообще не совершил греха. И тогда, когда претерпел сие, не сказал и не сделал чего-либо греховного. Поэтому можете и вы, находясь в скорбях, соблюстись от греха. Итак, почему вы освобождены и избавлены? Некоторые выражения, кроме греха, поняли в таком смысле, что он претерпел это, не за грехи, подвергаясь наказанию. Хотел как раз вспомнить, что первосвященник не может сочувствовать нам. И митрополита нашего вспомнил, и сестру Нину Александровну. У митрополита спрашивают, можно в храме болиться? Конечно, молись. Казалось бы, что еще? У митрополита сам согласен. Она туда идет, священник выгоняет. Митрополиту... А, митрополит, ничего не могу поделать. Как так-то? Ну, митрополит-то выше священника, храмы все должны быть его, а этот, я тут хозяин. Как вот до такой степени понятен этот пример, что... Вот видно, что есть скорбь у нас, страшная скорбь. Помоги, первосвященник. Ну, нашей, вот этой, здешней земли алтайской. Ну, все, помогаю. А что ж, дальше думать. Ни один священник, ни первосвященник, ни патриарх не может нам помочь в наших грехах. Чтобы... Ладно, я тебя прощаю. Говорю, все, разрешаю тебе от грехов. А, в пост можете молочко пить там, можете мяско поесть. Как это, сестра Рахиль-то... Как ее сейчас, Раиса она, да? Рахиль. Рахиль она? А, Рахиль она же, да. Как она говорит? Я вот мяско поела. А вот, говорит, если батюшка разрешает, ну, то, значит, можно же. Ну, как бы он меня простил уже. То есть, не надо ей пить имью. Здорово живешь, а. Вот как хорошо все. Достоевского, великий инквизитор, говорит. Ты, говорит, все, планку опускал, все, вернее, поднимал выше. А мы ее опустили вот так вот. И грех немножко разрешили, и все. И гляди, сколько пошло людей к нам. Все храмы забиты. Великий инквизитор. Великий инквизитор. Ну, вот вспоминаешь по неволе Яна Златоуста. Патриарх. И внук, давай, приходит на испыть и говорит. Муж это потерял, а я. Он говорит, сочувствую. Так у меня, говорит, все, теперь имение мое, это виноградник. Слава Богу. Так виноградник-то отнимают. Как отнимают? Заступись, верни виноградник. Ну, хорошо, а кто отнял? Да стариса Индокси. Стариса Индокси, это главный враг, который вынес, верни-то. Понятно? И это ничего нельзя сделать. Какая-то вдова. Вдова умершего феогноста. Он цариса встречает. Так, Индокси. Виноградник уже взорвал у нее. Ну, так это такой обычай. А какой? Я шла дорогой, захотела есть. Чужой виноградник руку протянуть я не могу, я царица. Я только в своем. Поэтому, если я хоть одну ягоду сорвала, по нашему закону, виноградник делается моим. Рвать нельзя. А если я взяла маленько, то все. А теперь за нее я могу дать такое, что там или даже больше. Не просто своровать-то где-то. А она уперлась никак. Он говорит, у нее рядом с усадьбой. Притом вода рядом-то. Она не хочет другой-то. А ты что мне указываешь? Нет. Так закон-то. Какой закон? Она показывает закон, принятый там в 312 году. Так отдавали-то императоры языческие. Что ты на него ссылаешься-то? В христианстве нет такого закона. Ты должна отдать. Ты смотри, что она сразу, епископ отнащила, там феофил, патриарх, александрийский. Два корабля привез, подарков, ладану. Завалил все. Свергла. Как только свергли, его через Босфор перевезли. Такое землетрясение, не знали, что делать. Все, опрокидывается. Она за ним посыльных. Вернись, Иоанн, виновата я. Вернулся, вернулся. И завтра, говорит, снова беснуется и ради ада. Головы Иоанна и ищет. А слуги-то стояли, прибежали. Он опять против вас говорил. Он говорит, я говорил против Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель-то, а он сам Креститель-то. Я же говорил, Иезавель, так это ты подразумевал уже. За подразумение суть не судит. Нет, все-таки это он говорил о тебе снова беснуется и ради ада. А та-та и ради ада умерла. Ну и не звергла. Так он же за одну в какую-то вдову заступился. И пошел против столицы. Вот какой пример-то. Это я не знаю сегодня. Кто так пойдет. Филипп один заступился за веру православную. И то задушили. И сильно-то его не вспоминают, если так на то пошло. Интересно. Переделки на даче писателей. И там храм во имя Филиппа Колычева. То есть пример вам. Вы перед властью лежите сапоги им. А вот посмотри, как он не боялся царя. Царь подошел, благослови меня. Не благословлю тебя, пока не откроешься. Тюрьмы не выпустишь. Кого ты набрал? Каждый день покоснишь. Я казню сколько? Я крестил. Только две тысячи. А мой брат родной, там в Арафаллеевскую ночь, сколько тысяч погубил? Ничего. Молчат. Ответ-то какой. Тот больше меня убил. Еще хуже меня. И все это кончилось на той стороне уже. Все. И царь, и Алешка у него давно бы умерли. Все. А теперь все, Нюровские, все подбелобородовы, все на суде Божьем. Сверглов, который дал указание, позвонил казнить царя и всех. И главное, какую роль сыграли латышские полки. Безбожники совершенно. И пистолетом не добили у нее подушка Демидова. Они штыками ее давай докалывают там в подвале ипатийском. Вот интересно, как задумаешься, вперед никак это не узнаешь. А ты знаешь, где слово ипатия? Где прозвучало первый раз? Ипатий? А? Ипатий? Ипатий. Был в доме, в котором... Ипатий, ну фамилия его. Да. А когда воцарялся первый Михаил-то царь-то, вот с чем связано-то. Да, да, да. Вот оно где. И теперь ипатийр сотнулся из Ипатий. И только один дом такой был. На него должны были привезти из Тобольска или Екатеринбург и где-то расстрелять. У Бога все это известно было. Царь за войну. Пули отливали, пульки против тебя пойдут. Штыки оттащили, против девочек твоих пойдет. Как говорят, срезали голову царя и орешки, заспиртовали в банки и отправили. Калантай пишет там, все смотрели. Потом приходили, он показывал, там как сгусток крови и шеи идет. Ну, в спирту. А потом повезли кто это? Парнос там главное заказы делал-то. В Америку повезли. Мне в Америке показывают, в этом доме голова его. А теперь говорят, сожгли, ничего они не сожгли. Зачем? Ритуальное убийство было. И как написали в эту ночь, был убить царь Балтасар. Применили куда? И это все кончится. Когда разверзываются все гробы и все предстаны. Поэтому сегодня огорчение наше помолодушие. Тут и благодари Бога. Еще неизвестно, что бы было. Слава Господа. Что ему случилось так? Сил упал в спички, ногу повредил, видно, лодыжку. И он никак не мог. И так хромой остался. Родители горевали. А еще пять сыновей. Всех взяли, первый мировой убили. Этот коллег остался. Их допоил и кормил. Если бы не это, значит, пошел бы. Поэтому сегодня, ну никак нельзя сказать, какой конечный план. Просто не знаешь. Братья Долге, как представь, три брата, все высокие. Как хорошо, что мы знакомы с Иоанном Златоустом беседовали. А это будет главная вина, что он их искать будет теперь, Феофил. За ними кто-то пошлет искать их. И кого? Наняли воинов. Воинов. Дали вина. И они открывают пещеру какую-нибудь. У вас были братья Долге? А что такие? А, падлы, сидите. Зарезали. Следующие. Опять в пустыне. Сколько? Там 50 километров недалеко. Там еще монастырь стоит. Так вы братьям Долге знаете? Знаем. Были они? Не были. А, скрывайте. Всех зарезали. Десять тысяч монахов зарезали. По указанию патриарха. Его даже не осудили за это. Феофил Александрийский. И за него прямо вот так вот держался Кирилл Иерусалимский. Александрийский. Кирилл Александрийский. Святой. И главное, ну не правда же была. За дядю. Дядя Феофил. А дядя сверх Златоуст. Златоуст умер. Он его в гиптике не вписывает поминать. Потому что у него дядя. И тогда явилась Божья Матерь. Ну, в это проверить нельзя. Божья Матерь явилась или нет. Тут все на Божью Матерь. Когда разговаривали, не получилось. Доказать-то ничего не могут. Арит он. Красноречивый. Он доказал. Николаич Челотворец подошел, когда ему по зубам брязнул. Ну, его председательское место еще хулиганишь что ли-то. И вдруг Божья Матерь явилась и сказала. Правильно. И вдруг. Заступница. Роза человечества. Ну, где же это правильно-то? Доказательств нету. Подошел, брякнул. И вот все святые отцы на Первом Соборе все осудили. Николаич Челотворца-то. И вот смели оттуда. А тут опять поставили извини. И мы не знали, что это Божья Матерь решила. Шапку одели опять, поправили, да? Батюшка. Главное, чтобы шапка не упала. А русский народ, говорит, приспособился папа бить. Сначала камилавочку снимут, на забор повесят, ее отвалтузят, потом шапочку надели. Батюшка, иди домой. Благослови нас. Этим и закончилось. Всего есть, это выход. Лена Политыкина. Игнат Тихонович, вот на этой неделе суета все. Какая? Вокруг дверей в храм гроба Господня. То закроют, то откроют. Это все из-за доходов. Или что? Объясните нам это. Я объясню тебе. Там написано так, что ищете живого среди мертвых. Вот. Слышал такое? Да. Так они искали, а тут даже не ищут. Они заранее знают, что там нет. Это насколько ниже этажей. Господь сказал, пришли в храм гроб, а что ищете живого среди мертвых-то? Его нет здесь. Эти люди, которые приходят, они не верят, что он воскрес. Не верят. Они желают там маленько пыли взять. Вот я разговариваю. Сначала был архиепископ, новосибирский Дидион, Докукин, фамилия его. И он обо мне помнил, когда был у гроба Господня. И купил мне картину, вот это, львы едят, Игнатия где? Ага. Подарок взял цветной. И вот, говорит, там, где ангел-то был, я на камень сел. Только сел и подумал, где же я сижу? Тут же ангел был. Я, говорит, соскочил сразу, а сам вот такой вот, как он соскочил, как мячик, или что. А там неизвестно, то ли задом проскоплили, то ли выставили, ямка туда, я взял, поцеловал. У меня знакомый, батюшка один. Батюшка, такой, из протестантов, вообще у него, все, все при нем. Поехал с архиереем туда, и там где-то есть, где они обедали, столешница это, стол, под стол туда залезли, и там ямка. И в ямку, вот он так крест свой туда, и туда ставить. Самый большой электромагнит снять оттуда, энергетики набрать все. Туда-то под стол-то, вы зачем полезли, с архиереем, так все лезут, и я. А православная сейчас икона такие сделала, такая дуга, и вот такое-то, и люди там все на коленях, а над ними икона, а икона высокая, и несут, и еще только не придумают православные. Видел, нет? А то заряди только в интернете фотографии, там конца не видно-то, народу на коленях вот так, а над ними с двух сторон несут. Я так, ну там, я же, знаете, за рычаги икона, а они под ней, там энергетика массовая, через земной жар пробивает, в Америке искрит там все. Да, хочу, не верите, что энергетика? Я говорю, а почему склады сопренно не горят, где много икон-то? Там даже вот зашкаливают, ну миллиона полтора-то, киловольт-то есть. Вот что-то придумывают. А как вы на это смотрите? Наверное, даже смотреть не хочу никак. Идите, оставьте, мертвецам хородить, мертвецам. Можно? Передавали, что с проблемой столкнулись, закрыли Акрополь в 70-х годах в Афинах там. Очень много было паломников, и, короче говоря, растащили весь Акрополь практически уже. Ну, а эти камни-то там, колонны стоят здорово, их не утащишь, и все равно ковыряют потихоньку. Надписи стоят, все. И додумался кто-то там у них, профессор, и все. Остановили, как бы, на ремонт, завезли туда камни побольше, набросали везде, где можно, камушков, понаписали много табличек, все. Ну, и как бы полицейские ходят, ну, говорят так, что сильно там не приставайте, пускай потихоньку, говорят, берут так, чтобы горстями не брали. И постоянно, говорит, каждый вечер, говорит, приезжают машины и подсыпают камушков еще. Вот вышли из положения. Только одно нужно паломникам. Чего-нибудь зацепить с какого-нибудь места, чтобы приехать похвастаться. Или кору там с дерева там, помните, как этот, болел, ему кору рядом, вспомнил, был в Русалиме, забыл про кору мавридского дуба. А там безноги какой-то он от своего дуба оторвал недалеко от селения, пришел, говорит, вот тебе. И выздоровел. Выздоровел, все нормально. Ищут, чудо, ищут, чудо какого-то невероятного. У Колизея, я считал, два или четыре самосвала привозят каждую ночь. Задим все разбирает. Это у Колизея. Ну, Колизей тоже. Они, видать, друг от друга там. Мне-то, ну, не на днях, а месяц назад, наверное, привезли, подарить. Я говорю, это еще, вода с ягданной, а вот это, вот это вот, свечка там белая, свечка, которая белая, она не восковая. А камень-то, ну, зачем камень? Куда его? Нет, не надо. У меня так на полочке стоят елей там взят где-то. На ночь там кладут платочки, чтобы энергетики нашло. Особенно, когда архиерей идет, под ноги бросает, он ногой наступил, а такая реликвия дома. Я говорю, а что у вас за праздник-то? Спиридонову туфлю привезли, говорю, сейчас там весь край, говорит, поклоняется. Так а ты не знаешь, что у Спиридона-то? Это же благовестник. И у него сделали гробница такая, и туда делает окошечко, откроет. Каждый год его переобувают, новые туфли ему. А потом, через год открывает, стоп-то, ну, намертво, как мои сапоги. Так вот, тут туфли-то снялись, которые уже отработаны. Ну, как у Ленина, у него каждые два месяца костюмы меняются со штанами вместе. Вот. На любой год костюм-то такой поносил. Туфли Спиридонова. А у всех там таких еще нет, вот у них верх такая голая, как оглобля. Евреям 4,16. Посему-то приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Паркованина. Так, как говорит, мы имеем безгрешного первосвященника, победившего мир, который сказал «Дерзайте, ибо я победил мир» в Англии Таана, 16,33. То мы должны приступать с дерзновением, то есть, не с тягостным сознанием, без колебания, но с полной верой в первосвященника. «Ибо если мы и имеем грехи, зато он безгрешен, и престол его престол благодати, а не суда. Посему мы должны приступать с дерзновением в надежде, что он дарует нам все, чего мы желаем. Существует два престола. Один ныне престол благодати, и приступающие к нему получают по божественной благодати освобождение от грехов. Другой престол второго пришествия Иисуса Христа уже не престол благодати, ибо тогда никто не получит прощения, а престол суда. А престоле напомнил нам для того, чтобы ты услышал, что он есть первосвященник, не подумал, будто он стоит пред Богом. Ибо хотя как человек он и называется первосвященником по благословению и снисхождению к нам, однако он и сидит на божественном престоле. Если мы приступим теперь то получим милость и благодать, ибо приступаем благовременно. Если же тогда приступим, то не получим, ибо тогда не будет престола благодати. Ныне сидит на нем царь, подающий благодать, а тогда он восстанет на суд, ибо сказано восстань Боже, суди землю. Псалом 80, 1-й, 8-й стих. Напал у меня иритик один. И вот говорит, вот вы священников признаете, а про священников в Новом Завете ни слова не сказано. Где вы нашли священников? Я говорю, так всегда они так назывались. Нет, так вот место-то первосвященник. А раз он первосвященник, это означает есть и второй, и третий священник-то. Первая это глава, патриарх. А над кем он первосвященник-то тогда, если нет? Ну да, так никак не может быть. Вот отсюда известно, что священством называлось все, что относилось к благодатному рукоположению. Я определенно теперь уже всегда говорю, что надо просто научиться правильно говорить. Сейчас уже некоторые прямо встречаются и баптистам и говорят, а вы как кто? Какой вера? Баптист. А почему сразу не говорите кто вы? Как? Я же сказал, есть вера Христова и ересь. Вера Христова это православная. Вы так и говорите, я еретик с баптистским названием. Это пятиятик, я еретик с баптистским названием. Пятиятическим. Как они это им сложно? Из-за любви или что такое еретик никогда не хотят рассуждать? Не, ну они сразу если скажешь им, что вы еретики, они сразу да это же вы еретики, мы же все знаем, вас же свои собственные не признают и все они все знают уже. Только дальше они не вникают. Глава пятая, первый стих послания послопа по-палу евреи. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Толкование. Теперь Павел хочет показать, что Новый Завет гораздо лучше Ветхого. И прежде всего начинает сравнивать священство ветхозаветных священников со священством Христа и показывает великое превосходство последнего. Между тем, так как ему встречалось препятствие в том, что многие, что должно принадлежать священникам, не принадлежало Христу, так он не происходил из священнического колена, не был на земле священником, не был подставлен от человеков и просто сказать, образ его священства не имел какого-либо телесного выражения, как, например, колокольчиков и дощечек с заповедями, которые были у ветхозаветных священников, но все духовное, то он перечисляет сначала то, что есть общего между Христом и прочими первосвященниками, а затем показывает и преимущество Христа пред ними, ибо тогда при сравнении действительно оказывается превосходство, когда в одном он имеет общее, а в другом превосходит. Итак, то, что из человеков избираемый, это общее у Христа с прочими первосвященниками, ибо и он, Христос, будучи человеком, сделался первосвященником. Также и то, что для человеков поставляется на служение Богу, то есть является посредником, и это общее. Объяснил, что значит поставляться за людей пред Богом. Это значит говорить, умилостивлять Бога за грехи. И это общее у Христа с прочими, хотя и не вполне, ибо он принес в жертву себя самого те же нечто другое, как различаются дар и жертва сообразно точному смыслу, хотя в Писании они употребляются безразлично, узнаешь позже. Вопросы. Евреям 5.2 Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Толкование. То есть привести сразмерность, сострадать, снисходить и подавать прощение согрешающим по неведению. Но смотри, что невежество и заблуждение производят всякий грех. Ибо хотя кажется, что кто-либо знает зло, но омрачаясь в момент деятельности, он страдает от неведения и заблуждения, увлекаемой прелестью удовольствия. Более простое и, я думаю, более верное толкование то, что потому первосвященник сострадает невежествующим, что и сам обложен немощью и испытавший меру человеческой слабости на самом себе увеличивает и прощение. Некоторые, однако, поняли так, что первосвященник в этом только и отличается от народа. Именно, что прощает, так как всем прочим и немощью он и сам обложен на ровне с прочими. Вопрос? Дальше. Евреям 5.3 Евреям 5.3 И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Это речь идет о ветхозаветных первосвященниках. Сравнивает новозаветное первосвященника Христа и системе. Евреям он пишет, евреи никак не могли вот это тут перепереход сделать. Сверху на новую. Да. Все это далеко толкование, все это далеко не общее у Христа с прочими, но в этом он превосходит. Ибо Господь не имел слабости, именно слабости к прегрешениям. и не за себя самого принес дары и жертвы, но за всех людей. Евреям 5.4 И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Толкование указывает и другой отличительный признак первосвященника, открывающийся также во Христе. тот, что он не сам собой присвоил священство, но что он призвал от Бога и таким образом получил его. Здесь же он намекает на тогдашних иудействующих первосвященников, которые добивались сана, приобретая его через покупку и нарушение, и нарушая закон. Ибо и Аарон сначала призванный Богом через Моисея, таким образом священствовал, не сам присвоив себе этот отца. И опять, когда жезл расцвел, было показано, что он был послан Богом, и тогда, когда огонь пожрал посягавших на священство. книга чисел, глава шестнадцатая и семнадцатая. Ну вот, можно сказать о нынешних баптийских, адвентийских пастырях, что они посягают на священство. Конечно, можно. как те дофаны коронники отвергают нынешнее. Прямо так оно и есть. Это одно из самых трудных посланий. Тут, по-моему, не надо считать. Малико просчитал что-то другое. Это одно только послание, которое он не написал никак. Без авторства. Они слышать не могли. Значит, бывают такие моменты. Даже Павел попятился. Игнатий вопрос. Вот вступиться за нашу сестру Нину Александровну. Письмо вот если у нас начнется писать от чьего имени? От общины или вы от себя хотите писать? себя. Или она будет писать? А никого нигде никак. Просто сама написала и все. Она еще с письмом не обращалась в письменном виде. она хорошо переносит все как положено. Вот как раз через это может быть Господь сделает тут что-то. невероятно. Я ролик выставляю и написал безумие попутка. И что можно думать об этой организации? Показывают мусульмане как один кланяются все. Мужиков несколько тысяч стоит раз все одновременно упали встали. Здесь женщина стоит никто не подходит ничего не объясняет не пускают в дом в этот теплый помолиться Богу. И причем сам высшая инстанция духовная не может помочь. Это что за дисциплина такая? Интересно сейчас особенно люди бесправные в тюрьме что угодно могут делать. Одновременно чтобы вся тюрьма забастовала как в фильме Зона это большие силы надо поэтому никакой связи нету одно другим не связано. Люди то видят и говорят у нас тут были чеченцы трое в каберетах они всю каберу держали под страхом ему разности нет никакой в армии было соседней части тогда было но как его обидели одного русских набрались в 10 раз больше их тоже поколотили но они смирились а когда дня два прошло утихло все они во время когда спали захватили весь военный арсенал забаррикадировались и кто идет по окрам не убили никого просто стреляли для стратки то что ничего нет привезти пообедать или что то наш пойдет сейчас из общего котла сделал так нет значит мы будем стрелять а теперь телефоны позвонили позвонили своим что приехал депутат из Чечни а это уже государственный уровень ну и все решение там конфликтах не знаю там увладили а их расформировали и по разным частям отправили все они могут постоять да они такие и в это время выступают девчонки мы в общежитии живем говорят мы пьяные привязались мы закричали ничего не можем сделать там три мужика пришли а напротив двое там студенты тоже учатся в университете они как варварис как далее не знали куда руки куда ноги толкают двое этих мужиков раздербанили по всем посетям это у них есть и вот так учат с детства а у нас учат прятаться где-то а у них нет позор когда выступали тогда чеченская война была стоит старик там святовка я сына там послал туда-то сейчас они там воюют я сказал если только ты там где-то отцопишь своими руками застрелю все вот ну а как а зачем хватали а вы видите выход выход я теоретически знаю а практически неприменимо яр мол зачем это делал он знал как их сворили знал своровали они майора там эти скажем так чеченцы дагестанция лиц гиды он значит узнал по какой дороге провозили по какой по этой арестовали его майора и требует три полных телеги серебра на грузы их такой даже нет денег таких нет вот тогда так через вашу территорию провозили всех ханок этих арестовал через территорию проходили так 40 дней через 40 дней я вас всех казнил пишите письмо верните майора нет значит разговор окончен следующая ваша родня вся пойдет всех арестовал расставил по клеткам а эти стали писать то другое там ну все вернули ну там за то что они потратились там где-то везли на телеги он отдал там по рублю всем и на этом конец зачем это нужно было России вот я сегодня разговариваю с патриотом скажите для того чтобы нормально жить ну почему филистимскую землю победят и Израиль возвращался на исходную территорию не захватывали филистимлян вот который после там амалик он его уничтожает а сам назад и те Израиль разобьют на голову все собрали урожай все во Вьетнам зашел все линии разобрал шпалы унесли верхний слой чернозема содрали домой ушли а здесь почему каждому народу Бог дал определенную землю народу в России то кто давал Ермака победили Ермак был здесь дальше не остановились дальше пошли в Китай полезли в Монголию порт Артур где находится Коре куда залезли зачем теперь Аляска это совершенно через пролив Аляска это отплатили а в самой Америке там Калифорнию я там ездил как музей Форт Рос меня возили да теперь а теперь дальше возьми Финляндия это как наша вотщина Финляндия другая страна никаких это область польское государство это Россия не не кто-то зачем все хватали хватали поделилась лопнула подавились и все кибетейками подавились а теперь попробуй разрешить а как у них история они в истории пишут это наше было русские пришли с войсками все забрали зачем зачем мне этот Туркменистан зачем мне Афганистан вообще они живут сами по себе так а мы от них ничего не имеем они от нас имеют другое дело Азербайджан там нефть ну это нефть покупать с Америки не гнать вот когда сегодня разбирают а как что нужно делать меня спрашивали в университете когда я говорю железно занавесом и все пускай они живут как хотят а они как хотят жить не будут эти шииты и суниты они наведут там порядок они они приползнут у вас будут уже год два они будут проситься в российскую опять зайти страну потому что у них ничего нету вот сейчас бюджет всю Чечню держит правительство там сколько они получают и он поэтому налево направо подкупает Кадыров как падишак живет видимо как говорится пишут как Кадыров там где везде он что всех вычислил везде послал убийц и по одному за рубежом всех убивают противников это говорят так пишут а родственников всех арестовал арестовал по разным тюрьмам распределил но в Европе сообщили оттуда приехала комиссия стали спросить ему уже доложили где-то он их всех перевел показал тюрьмы пустые они говорят не успели уехать он обратно их туда это ваши родственники хоть один раз где-то высунется предупредите это ваш сын все до одного выйти казнены заложники наполнен буквально все полный мир ничего нигде нет взрывы прекратились заложников не берут нигде нет почему ты в зал заложников два здесь у тебя 22 ты весь уничтожу он знает как с ними разговаривать да ты Рамзан убивал русский солдат убивал они нам войну объявили но я был где весь народ я с народом со своим был зачем вы с нами воевали а теперь он и герой и профессор ему присвоил Путина я нигде ездил не видел чтобы главный проспект в городе был имени Путина а в Грозном так главный проспект значит хорошее отношение а Дагестан рядом ему тоже захотелось а почему ему можно нам нельзя и там сейчас самое главное убивают и убивают и все это а уже на бюджет не берут воюете сами с собой а вы что предлагаете я не политик я знал что хватать не надо было давай маленько раньше посмотрим а то человек у меня легкие больные куришь куришь а что делать не надо было начинать курить маленько раньше завернись назад еще с того момента а то я говорю с сотого этажа падает 50 этаж пролетает а что теперь делать что теперь делать крылья отращивай еще две секунды и разделано будет надо смотреть исток откуда это идет вот сейчас вчера в интернете встречаю общины где-то как ваши общины такой порядок это не создать батюшка был и давались говорить батюшка а ты еще бы сделал замок повесил я говорю правильно батюшка больше ничего не сделаешь так они не разрешат разнесут поэтому чтобы убрали отец Аким когда был там где-то я сейчас не знаю кажется в Тюмени и уехал который старший священник он с Украины а они в это время с Михаилом кажется сделали большую купель а архиерей как а тот приехал хохол там а вы что тут делаете да зачем это нужно благодать все покрестил песком слюнями можно хрестить архиерей вызвал батюшку и так ну нельзя же так вы понимаете такая смута владыка так мы купель сделали-то ну я знаю правильно это купель ну против же настоятель-то это архиерей говорит и потом хороший Максим Кроха фамилия что делать-то что делать я знаю что делать в первую очередь вас убрать надо архиереев а тут мы сами разберемся это самое первое что нужно запретить им вмешиваться вот они сделали и сейчас в Тюмени где одна наша церковь где купель сделали по сей день больше нигде нету все сегодня вышел на меня один мы с вами год назад говорили и вот вы говорили так а я теперь стал заниматься вы правильно сказали надо учиться я учился и вижу что вы не правы уже он вышел осознаете а он и правы вот что он и начал говорить а все сейчас вы понимаете вы только за акривию а кроме акривии еще есть это строгость кроме этого есть еще экономия а экономия нам позволяет не хрестить а только мокрой ладошкой так и под этой экономии может еще что-то скрывается вы перечислить посмотрите внимательно а кто вам разрешил нигде канон гласить если нарушил извергать за хвост да в яму и все кончилось безумие я говорю ты наверное в семинаре учишься то уже да ну и все а в семинаре учишься для того чтобы уметь оправдать любое безумие любое я говорю еще бороду ты бреешь а вот эти бакенбарды они сюда относятся к голове или к низу к бороде ну зачем тебе это знать у них волос другой даже он вьется там или как-то и даже волосинки да и видно она из бороды а не из головы обман вчера мы смотрели с батюшкой там чего они были где-то крестится настоятель вот так вот ты-то уже знаешь какой человек разве так крестится перед народом матушка стоит полголовы открыто а увидели перед парадом в этом году Шойгу перекрестился как нет какой Шойгу перекрестился на машине стоит выехал вот в арку на красную площадь встал там у него видать что-то сзади закреплен чтобы не шатало то его встал и так перекрестился а сюда не донес руку а такой нес потом посмотрел остановил здесь на груди дальше начал думать куда же на кармане а так молодец а так молодец хорошо 3 3 3 хорошо а кто это Шойгу и такой видать этому вперед военный министр ну Шойгу министр обороны а там кто-то комментирует и говорит вот теперь я понимаю наша армия действительно изменилась непобедимая раз такой перекрест а он совершенно язычник буддист чистый он же этот тувинец и вот решают я говорю почему они решают мулу сделать у нас выбрать над всей страной это может порядку больше было бы аминь поставьте Рамзана Кадыра сейчас законы сдать ни одного аборта нет вы понимаете что страна-то исчезает во всем мире самые быстро исчезающие миллионными отходят уговаривают выходить замуж не выходить а зачем выходить посчитал это статистика дается к 15 годам к 15 годам 90 что ли процентов 85 ли уже не девственницы ну какая-то нация вообще кошмар гной один да наверное что-то ерунда какая-то не верится это в школе в школе-то проверку-то ведут и статистику выдают неохота верить в это просто все время говорят это по радио все время говорят молодежь такая в 12 лет и уже там никаких нету ничего святого то нет натуральных много нету да и Тушенко писал ты тыщите то в нос то в пах все ваше христианство в попыхах они еще не знают и тут же на мавзолее тут же обольстители толпы из той же самой партии попы они их ставят а слышали последнее выступление Путина перед федеральным собранием нет я что-то слышал может быть не это ну как он сказал говорит вы систему прота сделали везде американцы да везде понаставили все а мы сейчас новую ракету запускаем в серию она говорит не баллистическая она баллистическая ну стандарты баллистической ракеты но летит не через стратосферу то есть не по баллистике она говорит летит так что долетит зачем вы сделали эту про они сейчас там видать чешут тоже голову а сколько и как начал перечислять там какие-то кинжалы какие-то летные комплексы и все там в ладоши хлопают хлопают сколько оружия этого там перечисляли Шойгу вышел аж вспотел перечислять что он даже не думал наверное что все придется рассказывать и теперь думаю да сколько же вы этого оружия наделали а потом гонка вооружений гонка вооружений нету у нас ничего плохо живем ну опять продолжение Советского Союза вот вчера как раз я прочитал говорит а вот это вот свернуть это в один день сейчас подложат эту аль саяк это взорвут аксу алекса да никто не знает что случилось и пока там еще разбираются они уже новый храм этот воздвигнут потому что сейчас методом сборки и все и все это антихрист это очень быстро может пойти что они сейчас в мае месяце переносится посольство Америки и в Израиль пошумели пошумели попрыгали все кончилось кому какое дело а Москву когда бомбанут до или после должны до этого же ее бомбанут по идее ну как бы между нами да они войска должны сначала послать туда поэтому вся сила уйдет туда и там сгинет вот это будет трагедия у меня Александр Иванович Устинов Володя Устинов отец и говорит вам это идите но в Израиль не ходите в Израиль не ходите в Израиль это яма последняя большая яма я когда-то говорил там перед офицерским составом тогда еще были на кафедре военное дело им лейтенанта присваивали я говорю Израиль придет к власти на востоке и потом туда потянутся а у них тут танкодром прям а я стою вот эти танки все это ваши пойдут туда да ну я это не верю один говорит а я только что вернулся из Израиля я подтверждаю именно так и будет то есть он все это увидел узнал оно все к этому и идет сейчас она конфликтует русские там где долбанули они говорят там не глядят что там самолеты или что Израиль Израиль то из-за чего он ну маленький там в 500 раз меньше территории чем окружающая в Рыгии в 500 раз да потому что там все вся Америка задействована а что сделать да ничего не сделать можно взять купить белую простырь говорит одеть и вдоль забора потихоньку на кладбище с моим ходом не мудрял не мучиться ничего не сделаешь еще не сделаешь надо Бога только просечь чтобы Бог укрепел один только маленький нюанс Игнатьев все нормально кроме одного если Аляксу взорвут то будет грандиознейшее выступление мусульман как оно будет подавлено вот она тебе и война потому что обязательно очень просто у них еще этого нет что есть у них Катюша когда бьет так эти выдадут ядерными высекут одновременно а одним залпом страну высекут просто все не такое там везде заготовлено ну мы не знаем знаем одна треть только будет погублена одна треть травы сгорит травой зеленой называют живущих праведной а они многие праведнее православных и других живут разговаривали у меня называют чат где мы занимаемся и она Наталья собирается приехать креститься и муж отпустил ее Андреева усатая он сириец сириец и главно как они с арабами надо беседовать как-то я немного знаю так догадываюсь надо серьезно заняться арабским языком он тоже я тоже начинаю ну и надо вот это вот еще знать считать еврей то хорошо она с ребятишками сидит одновременно берется за языки такие изучать по-английски я с ними беседую но надо еще арабский знать как будто какую-то чашку гороху купить вот у нас нет такого они у меня прочитала монашество я говорю сейчас бесполезно мне ничем не убедишь а другой говорит знаешь у меня книг столько было я здесь все собирал святых отцов но натопнулся на книге Лапкина все собрал вынес говорит на чердак больше у меня ничего нету сейчас только его одни книги читаю мне священник патриарш у меня книг много я касаю златоуста и ваши книги а все остальные говорят а ваши книги об одном они только наставляют читать библию ваши книги все к этому ведут читать библию канону я только сказал о каком томе написано мы стали сейчас разговаривать такой сложный политический вопрос это посмотрели после этого отвечать ничего не тут и оно ничего отвечать не надо ты должен принять безмолвно и вести себя тихо а другой альтернативную какой-то вы видите выход нет выхода нету альтернатива троицы допустим а какая нету на троице остается троица не раздельная не слитная а ты понимаешь что это такое понятия не имею а говорить я говорю заучил у меня память маленькая есть а там нельзя эта тема неприкасаемая это блаженавгустим винин надо просто принять и благоговейно святые отцы сказали верую и поклоняюсь все а я не мог мне надо доказать ну ищи найдешь скажешь и притом вот это вот по этому вопросу вчера они коснулись монашества и благовестия и пришли к выводу все вот лучше чем у меня говорят отвечать проще нельзя говорить никак я поэтому тоже как бы не так а потом все-таки принял и сейчас только держусь это что надо иду сразу нахожу и главное сразу находит я недавно только одну проповедь говорил не говорил то раньше еще здесь с половиной включили о чем говорили и прямо об этом дальше пошла речь это ни один ни два раза о чем благодать я выставил материал там они спорят начали а потом я дался ну я там 25 моментов высветил почему монашество не евангельское устроение какое оно должно быть 25 тем тем и на каждые несколько роликов жития все взято монашество не евангельское устроение и дальше кто его придумал люди ли вопрос человеку не изобрести так чтобы сделать уйти спрятаться евангелие вообще никакой роли не играет где это вы видели чтобы бог благословил идите спрячьтесь идите открыто благовествуйте кто будет веровать спасен будет идите не сидите а рассеявшиеся что прятались из Иерусалима рассеялись и везде и что ходили и благовествовали деяние 84 ходили не сидели монаху то ходить нельзя у них ноги больные профессиональная болезнь лопаются жилы и стоят и стоят и стоят упертые упертым быть плохо надо уметь наступать уметь отступать тогда пели пешки они марков раческого берут серьезные были мужитоподвижники марков раческого повторить а как мари египетскую никак не повторить это сложно все никак он 70 лет там пробыл в горах один бесы его за ноги тащили он цеплялся они ободрали до костей тело все а как питался а вот землю брал ел и водой морской запивал лет 30 прошло и вдруг начала шерсть расти как зимой быки яки все висит к лучшему его не мороз еще не берет сейчас меня не касают посидели маленько есть уже охота стала брат наверное пора нам отдохнуть служанке дать поесть я серапион к нему пришел я не успел ничего не сделать он говорит глюжу говорит хлебы кисть руки подает я так охнул он посмотрел благодарю брат и давно тогда нет лет 20 всегда давалось только один батон а сегодня два ангел знает вот это интересно вот это у них другая мерка была жизни и бог отвечал если верить житиям конечно другого-то источника нету один пришел был ануфри вот у него здесь пальма растет 12 раз в году дают плоды никогда не вянут родник бьет я тут останусь он уже узнал и говорит не ходи сюда это мне бог дала тебе он это не дает ну а как так он только похоронил ветер подул пальмы засохли родник заилило нигде ничего нету он стоит среди пустыни один повернулся и пошел домой а мы сейчас думаем а кто этот участок возьмет кто-то будет строиться да никто слышали последние были ну как интересных сведения о библейском нашли крепость массат делали там раскопки в этой крепости после того как ее римляне захватили в 72 году там никого не было и вот начали там раскопки делать 90-х годах сделали и нашли запасы провианта их него они питались финиками и вот эти финиковые пальмы росли повсеместно по всей поместине оказывается а сейчас их нету этих финиковых пальм что придумали там англичане приехали взяли косточки эти финиковые они там много их насобирали фиников засушенные косточки как-то расковыряли там их проросли и повырастили пальмы вот эти которые были библейские англичане и сейчас они там везде рассаду эту развозят по всему я думаю ну что только они придумают и овечек они собрали и этих рыжих килиц собрали уже и храм фундамента не знают все уже готовят и золото собирают все готовят к тому чтобы было как в библейские времена доисторические еще дохристовые и даже пальмы выраст и даже все все достойно есть якова истину блажите тебя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего чистейшую первую и слабейшую без сравнения серафин без искрения бога словарочную сущую подородицу тебя величай господи боже наш мы присали перед твоим величием благослови нас чтобы слышанное слово претворить в этой жизни с радостью и с любовью ты знаешь наше воздыхание услышь наш вопль о родных и близких не знающих тебя обрати их и благослови болящих Сергея Анастасия Людмилу Татьяну научи наславить тебя за здоровье и за болезнь за друзей и за врагов устрои нашу жизнь по заповедям твоим исполни благодать и духа твоего святого хвала тебя за все отец сын и святой дух аминь 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 господи прими нашу молитву воздеяния рук как жертву вечерей и благоухание приятное перед престолом благодати твоей боже всемогущий соедини молитву нашу с молитвами всех святых молящих ты тебе на небе и на земле дивный наш создатель прими нашу молитву о всех заповедших намолиться о них всемогущий господь и бог услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам и тебе слава за все отец сын и святой дух аминь говори господи владыка слушает и дослышит раб твой аминь аминь с богом спасибо христос слава христос христос